А он уже тем не временем уже выставился, а чё у него по шмоту? Всё, всё, копим ману, тупо копим ману, если что. Даже вот можете написать мне, чё сделать, чё сделать, либо в танцы кинуть. Сколько выходит? Мало, мало, мало. Бедлам, вот. А, на бедламе я сейчас попробую его и задушить. Ро-по-по-ро-по-по-по. Ра-па-па-ра-па-па-па. Ребята, перед началом выпуска прошу всех поставить лайкосы, подписаться, кто ещё не подписан, и не скупитесь на комментарии. Сегодня будет такой интересный у нас выпуск. Бонжурно, ребята, с вами Гамаром. И это у нас выпуск Краш Рояля. Сколько времени уже прошло, да, условно говоря, когда я вообще мобилочку включил в свой канал, я по Раш Роялю, опять по Раш Роялю, и мне пишут в комментариях, что за по Раш Рояль. Я буду говорить по Раш Рояль. Или просто по, я слово нахуй убираю. Всё, Раш Роялю. Наверное, уже не было выпуска у недели две у меня Раш Рояля. Крайний раз я выпускал шортс, викторину. Кто ещё не видел, можете в шортсах у меня глянуть. Ну вот как-то чё-то не зашло, причём я с призовым делал, там всё, ребус надо было разгадать. Разгадали, там платинку разыграли, всё чики-пуки. Сегодня я сделаю выпуск. Будет у меня игровой момент. Я тайм-коды поставлю, а воду лить я начну уже после того, как пройдёт у нас каточка. Ха-ха-ха. Что слово вод? Почему она, сука, у меня постоянно в лексиконе моём есть? Без вод. Поэтому тайм-код поставлю. Перемотайте. Послушайте. Это будет касаться именно Раш Рояля. Вообще моего канала. Какой контент здесь будет публиковаться и публикуются сейчас. Маленьшку специфику канала. Меняю. Так что так. Сегодня, сегодня у нас будет в Раш Рояле колода. Я её так давно хотел затестить. Я помню, многие, даже на стриме, когда были, ребята очень хорошо поднимались по кубкам. Но я не говорю, там кубки свыше 6-7 и так далее. Это на яде. Двигаться на яде. Алхимик, земля и плющ. Ну а тут дальше, там, либо химик, либо ловчий. Здесь можно и дрядку, и орликина, в общем, поставить. Почему я выбрал сегодня эту колоду? Я взял алхимик талант. Я взял боевой эликсир, термоядерная реакция и голем. Я до этого пробовал дать с гомункулом. Прикольно. Но потом начинаешь проседать. Колодой этой можно хорошо так поддушнить и задушить чувака какого-нибудь. После, знаете, условно, третья, четвёртая волна, когда голем уже выходит такой подлям. Их можно просто забросать, и он не сможет даже отбиться. Либо на боссах. То есть, там всё идёт от вариаций. Нет такого, что вот, после, там, четвёртой волны всё, кидайте голема и всё, бочки-бомбони. Нет, там надо смотреть по обстоятельствам и какими пешками играет противник. До этого у меня последняя катка была. А я сейчас даже её покажу. Конечно, да, попадаются криты небольшие. Ну, а чё поделать? Ничего не могу поделать. У меня крит пока 1845. Он был на морозе. Он наставил морозов штук 5, наверное. И они просто люто тормозили всё. И я на боссах закинул ему 7 големов. Если будет интересно, я потом могу показать. Я закинул 7 големов ему. Он просто тупо их допинал. 5 было големов. А на следующей волне уже, когда без босса, я ему опять накидал. И он уже просто не смог вывести. Тем же даже задиры. Я, конечно, не понимаю иногда, как люди берут какие-то... Боже, блядь, какие-то боты играли. Ладно. Меньше слов. Меньше пиздежа, как говорится. Взял я себе. Я думал, конечно, какого героя здесь взять. Здесь можно и на ману взять, но у меня посоха нету маны. Снежинку можно взять. Но снежинка так. Я взял себе элементалиста. У меня он 5-го. И он даёт замедление. И он даёт и разрушение. То есть, ну, в принципе, нормально. Мари хорошо. Вчера в Дискорде у нас сообщали, что Мари будет ништяк. Она будет ещё трэш закидывать. Слизни всяких туда. Прикольно. Но, увы, я играю без доната. Ну, в плане того, что я не доначу пока сюда такое всё. Ну, это, короче, вся эта вода. Будет у меня в конце. А сейчас мы с вами приступаем. По поводу такой данной колоды. Здесь можно и дриаду взять. Здесь можно убрать плюща. Поставить, к примеру, что сюда может какую-то ддшку, пешку. В принципе, вот эти три, вот эта сцепка, она хорошо играет. Главное их не объединять. Ты напиши мне в комментариях, какая пешка сюда будет лучше. Да? Может, например, орликину убрать и поставить там дрядку. Либо какую-то другую дд пешку. Я пытался играть с охотником. Я пытался играть с кем я ещё. Борей, это вообще, блядь, он там просел. Ну, ДХ. Вот с ДХ я, кстати, не играл. Может быть, да, если он там на таланте. Может быть, и с голумом, там, с этим големом. Можно, конечно, поддушить хорошо. Стазис тоже брал. Стазис тоже хорошо себе показывает. Короче, давайте каточку сделаем. Где у нас? ПВП. Валя и теле. Лайкосики, ребят. Комментарии пишите. И по поводу вот этой колоды. Напиши, какую ты бы колоду собрал именно под голема. А я уже потом протещу. Чё у нас? 1332 крита. Хороший чувак на танцах. Мне пизда. Здорово, здорово. Джереми Фрид был какой-то там. Или как он там? Чё мы сначала сейчас делаем? Так, у нас первая Гаргона. Алхимиков пока объединять не будем. Пусть они тут стоят, варят, парят. Жарят, варят и парят. Мы их можем, в принципе, пока... А, так чё? У меня же Дриады-то нету в этой колоде. Тогда да. Тогда да. Окей, давай вот так вот. Есть у нас здесь. И на точку урона. Ну, зря, конечно, туда она попалась. Он сейчас принц... А, у него танцовщица без таланта. Без таланта. Но всё равно. Всё равно. Она может нормально постоять. Так, иди сюда. Вообще достаточно, вот я сколько играл, плюща одного вообще за глаза, там, четвёртого ранга его сделать. Всё, он нормально распедаливает всё. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас ловчик попался. Всё, огонь. Пусть они пока стоят. Хопятся стаки вот эти вот. Есть, конечно, что с 30% шансом он Х2 сделает. Да, Х2 он сделает. Ну, а я что-то пробовал как-то этот. Я знаете, почему экспериментирую с колодами? Блять, потому что я устал на танцовщице играть. У меня есть книга, я могу проапать её до 11-го. Но я пока жду. Может быть, взять всё-таки инка под щитом. Потому что без щита и без русалки это боль. Это просто какой-то сатанизм происходит. Так, ну что, у нас 2 есть, давай сюда попробуем. Ну вот и здрасте, ёбаный Орлекин приехал. Так, давай-ка вот сюда вот. Так, у нас есть 2. Мне бы третьего поймать. Вот, третьего ранга плюща и третьего ранга этого элементария земли. И в принципе можно уже начать этим. Так, вдадим монарку небольшую. Так, горгонка у нас полетела. Ладно, ударим. До свидания. Пусть соточка залетела. Почему бы не так? А он уже тем не временем уже выставился. А что у него по шмоту? Он нам режет урон. У него этот, блядь. Крит себе. Я не знаю, с луком. Ну в принципе с луком-то нормально. Не, нихуя. Я тоже пытался с луком. Я даже делал эксперимент. И эксперименты показали, что лучше всего показывает себя копьем. Ну тоже зависит от такой колоды. Так, давай-ка вернем. Так, ну что нам может... А, трибунал следующий. Блядь, он не может понизить. Так, ну давай, сколько сейчас? Так, это у нас вторая волна идет. Нам надо... Так, он идет 90-100 тысяч у него. Но это маловато. Малю. Малю нам. Так, давай-ка вот сюда вот. Давай вот сюда вот. Все, все, копим ману. Тупо копим ману. Если что, постараемся зачистить. Ливнем. У ливня есть замедление. Поэтому иду он будет нормально. Вот трибунал, конечно, мне может сейчас поднасрать прям люто. Он мне сейчас все вот эти вот уберет. Ладно, ждем. Так, дадим сюда-сюда. Так, на 25. На секунде десятый я, наверное... Нормально они чистят. В принципе, элементаль земли вообще повышает урон от яда и все, чеки-бомбоны. Вот эти катки. Блин, я даже боюсь, знаете, поднимать крит прям люто. А, все, можно уже. Крит поднимать, что катки будут идти, блядь, по полчаса. Это вообще трындец. Так, типа все. Это ямба. Условно говоря. Так, он... А, нет, он нормально мне. Нормально, нормально. Так, это у нас все. Третья волна. Сейчас мы его закричем. Еще хочу на метеоре попробовать поиграть. У меня метеор девятого левела. И... Ребята говорят, что можно хорошо над ним двигаться. Но тоже там нужен посох на мана. Но у меня посох на ману прокачанного нету. Знаете, нету. Так, ну давайте поставим одного этого. Пусть он что-то думает. Сколько выходит? Мало, мало, мало. На бедлам. На бедлам. А, на бедламе я сейчас попробую его и задушить. Попробую его и задушить на бедламчике. Увы, конечно, у меня нет. Так, сюда дадим. Так, вот так вот сделаем. И вот так вот. Так, 40 секунд. Он через сколько там выходит? Да-да-да-да-да-да-да-да. Где-то я так и постараюсь сделать. Да, ёпу, мать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давай один вставай сюда. Сейчас посмотрим, как оно будет. Так, у меня... А, у меня больше химиков-то нету. Так, делаем сюда. Сюда удар. Ро-по-по-ру-по-по-по. Ара-па-па-ра-па-па-па. Так, давай-ка вот так вот. Давай вот сюда. Вот. Всё, он уже начал, 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 начал. Так, делаем вот так вот. И делаем вот так вот. И вот так вот. Всё, сейчас бедлам перевернёт. До свидания. Вот, в принципе, вот так вот и можно играть. А вот у этой колоды, даже вот этот элементаль земли с плющом, он вообще нормально раздаёт. Всё, он поражение сделал. Я считаю, что это, в принципе, нормально. Ну да, без таланта, условно говоря, сложновато будет идти. О, ещё и голодовскую карту дали. Сложновато, но можно, можно играть с этим, со всей, с этой колодой. Лайк. Я проверю лайк. Я проверю твой лайк и твою подписочку. У меня действительно смотрят канал. Время для воды. Всё, каток больше не будет. Сейчас будет такая, знаете, более информативная часть видоса. По поводу своего канала и по поводу игры Rush Royale. У меня канал, вот, и взять каких-то стримеров, летсплейщиков, которые заточили и точат контент, канал свой, именно по одной игре. Это не обязательно Rush Royale. Это может быть любая другая игра. Я сам по себе такой человек. Ну, я по знаку зодиака близнец, да. Мне сегодня нравится это. Завтра нравится то. И я хочу поиграть в эту игру. Я могу вот в мобилочку поиграть. Могу зайти в хоррор какой-то. Могу в какой-то платформер, в какую-то 2D игру, в какую-то логическую игру. И я прекрасно понимаю, если я свой канал начну точить непосредственно по одной игре, я выгорю. Ну, как сказать выгорю? Мне станет неинтересно. А зачем писать контент, когда тебе неинтересно? Ради чего? Ради того, чтобы было или тебе это надо? Я, ну, я подхожу к созданию контента маленечко по-другому. Вообще ведение канала. Я изначально, когда канал создавал, я сразу себе сделал вот границы, условно говоря, что у меня не будет одной игры. У меня будут люди, которые подписчики, которые хоррор смотрят, которые это смотрят. Ну, по сути, да. Вот что трудного человеку. Вот, к примеру, да, ты сидишь, меня сейчас смотришь. Вот, ну, возьмем, к примеру, Rush Royale. Ту же самую игру, да. Какие-то стримеры каждый день выпускают. Условно говоря, я выпускаю там два ролика в неделю, да, каких-то таких вот. Что-то делаем, там, стримы те же самые. Подписано. Жрать не просит, ничего не просит. Подписан, подписан. Поэтому все, все, подписочка, чтобы все было ровненько. И я себе сделал, что все. У меня вот будут разные игры, и мне охота и в то, и в то. И эмоции получать охота от разных игр. Вообще, в Rush Royale я играю каждый день. Какие-то те же надо... Вот, у меня даже сейчас 34 тысячи, у меня есть мороз. Который мороз, нахую порос. Он мне не нужен, но мне его надо купить, потому что это лишняя карта, лишний кристаллик. Кристаллик, как все знаем, мы все любим. Если у меня вот это видосик, вообще видосы по Rush Royale, опять по Rush Royale будут, по Rush Royale, ну или просто Rush Royale, я буду выпускать. И независимо от того, что у меня там будет 20 просмотров, условно говоря, да, или 120, или 1020, мне как охота, я так и записываю контент непосредственно по какой-то игре. Обычно, да не обычно вообще, подписчик, целевой подписчик, который смотрит, он подписывается не столько на игру, он, сука, сам может зайти поиграть, там, посмотреть что-то, да. Он подписывается именно на автора канала. На его харизму, на его общение, на его подачу, на его какие-то ебанутые шутки или еще что-то там. И сейчас у меня шортсы, я начал развивать ветку шортс на своем канале. И на втором канале, я второй канал там пока уберу вообще, и зарекомендую, где у меня есть избранный. Именно я сейчас скачаю один канал, и шортсы я делаю не касательно какой-то одной игры. Я стараюсь сейчас взять в массу, в оборот людей, которые не только игры смотрят, да, которые могут, листают шортсы ленту, и они могут, о, какая-то фигня прикольная, да. По типу вот можете зайти, посмотреть шортсы, которые сейчас выкладывают какие-то логические, какие-то викторины, какие-то загадки, то есть на широкую массу. Человек даже, который вообще никак не связан с игрой, он посмотрит этот шортс, потому что ему интересно. Такие же шортсы я буду выпускать и с Rush Royale, по убрал, появилось с Rush Royale, но такое вот название у этой игры. RR ее еще называют, ну, допустим. Крит у меня потихонечку растет, я никуда не тороплюсь. Вот у меня, кстати, книга есть. И по поводу книги, даже вот можете написать мне, что сделать, что сделать, либо в танцы вкинуть, либо в ДХ, но у меня нету мечей, у меня нету мечей. Были бы мечи, я бы, конечно, постарался половить этого монаха, чтобы потом. Но сказали, книжку лучше не апать, апать лучше книжку там на 11 или на 13, на 9, типа не стоит проебывать ее. Я думаю, ну и ладно, хрен с ним, пусть будет. Чего я еще хотел сказать? Ну, чтобы, знаете, ролик сильно не затягивать. В принципе, вот по контенту, по каналу я своему сказал, как оно у меня будет. У меня не будет роликов Rush Royale каждый день, стримы каждый день. Для этого есть другие стримеры, и их, кстати, немало. Вы прекрасно об этом знаете, и они там и шортсы делают, и это все делают. У меня канал не именно по Rush Royale. Все, короче, блядь, не пишите мне, что, блядь, по Rush Royale. У меня разные игры, разные жанры, разные стримы проходят. Так что можете подписываться, и какие-то моменты там. Вы же не только в Rush Royale играете, еще какие-то можно быть. Вот мы недавно в стрим проводил, 6 часов играли с ребятами, с подписчиками. В Only Glimp. Ну, типа Only Up, надо вверх забираться, и у тебя нету контрольных точек. Вот ты лезешь, 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 и она онлайн. До 8 человек там можно в ней прикалываться, зацепляться. То есть, если не смотрел, и не знаешь вообще, что за игра, вот я могу даже подсказочку вон там сделать, или просто зайди в трансляцию, и она у меня есть. Only Glimp называется. Очень прикольная, очень веселая. И, сука, там так жопа горит, вы даже себе не представляете, насколько. Rush Royale я обозначил, да, у меня будет выходить контент с Rush Royale, условно говоря, 2 ролика от 1 до 3 роликов или стримов в неделю, условно говоря. Но я тоже посмотрю, какая будет отдача, все-таки будет. Особенно вот у меня больше всего, знаете, контент с Rush Royale связан не на каких-то там киберкотлет, или которые там думают, так, куда, что вкинуть. У меня вот он связан именно вот с таким вот более средним классом игроков, которые играют в эту данную игру без донатов. Потому что сюда можно донатить очень дохуя денег, и ты все равно всегда будешь, сука, страдать. Потому что всегда выше будет чувак, который задонатил больше и больше. У меня контент именно вот с такими простыми пешками, да. Где-то, конечно, уже я таланты себе прокачал, но я играю в эту игру уже, наверное, январь, ну, январь-февраль с этого месяца. То есть, условно говоря, года еще нету, и потихонечку развивается. И вот я начал контент писать. Да, у меня в их застреливали ролики с Rush Royale, колесо страданий или еще что-то. Я буду такие ролики выпускать. Я буду стримчики проводить с Rush Royale, будем вместе страдать, вместе какие-то колоды. Но все равно это все ограничивается непосредственно тем, что ты всегда одну и ту же херню делаешь в этой игре. PvP и все. По сути, да. Ты же не будешь стримить, блядь, коп, условно говоря. Все, приходится что-то экспериментировать, какие-то колоды брать, а не ходить чисто одними. Вот я вот хожу в тот же турнир или еще куда-то, я хожу танцовщицами. У меня вот она, эта колода. Все. Она у меня самая сильная колода. Из моих карт, из моих пешек точнее, это, ну, я считаю, что не убирая в расчет метеора 9-го, я с ним пробовал играть. И, в принципе, если напишите мне, Гамара, давай следующий выпуск с метеором, я выпущу следующий выпуск с метеором. А лучше знаете, как сделаем? Напишите колоду, с которой мне поиграть. Вот она, в принципе, у меня колода есть. И я уже выберу по лайкам. Вот какой больше будет залайканный комментарий именно с колодой, с такой колодой я и поиграю, потому что, действительно, когда некоторые пишут, там, надо ту колоду, надо эту колоду, но разорваться ты не можешь. Так, у меня сколько вы? 21 минута. Все нормально, все под контролем. Пробовал я из ведьмы, из... как его... Блядь, у меня уже башки выбыл. Шаман, точно. Ну, почему ДХ хотел назвать шаманом? Задушить можно, но, сука, сложно. Если, конечно, попадется Васька какой-нибудь, то можно. Так вот, я играю вот так. Все, это моя самая сильная колода. Как бы вот и все. Вот такой вот у меня вышел выпуск с Раш Роялем. Игра прикольная. Я вот говорю, я играю каждый день в нее. Утром проснулся, не знаю, там, на толчке сидишь, блядь, или кофе сидишь пьешь, зашел там что-то сделать, что-то бабки надо там, раз сходил туда. Ну, или в клановый, затечет у нас в клановом, кстати. А я уже все сегодня забрал оттуда. Все. А как так, как я хочу играть в то, все, и вот неохота там поиграть. Тут сейчас, кстати, скам завтра обновляется, игруха. Выходит очень крупный патч, выживалка. Я в нее по-любому буду играть. То есть, тоже будут у меня стримы. У меня разношерстный такой контент, знаете. Не вот, не зациклен на одной какой-то игре. И я не хочу этого делать, потому что... Ну, у меня, я знаю людей, которые выгорали. Которые выгорают из-за того, что они пилят один контент. И, по сути, в игре уже как бы нечего обозревать. Да, ну ты делаешь одно и то же. А тебе надо это делать, потому что зрители, сука, хотят видеть игру. Они смотрят игру, а контента, по сути, нету. Одно и то же, да, как день сурка. И им уже начинает это не нравиться. И приходится вот какие-то вот это делать. Очень много людей, которые грели аудиторию годами под какую-то одну игру. Потом они решили сменить это все. Уйти, я не знаю, во блоги, во влоги вот эти. Либо вообще с игр в тачке. Или с тачек, блядь, в инженерию куда-то. С гаджетов, блядь, в музыку. Это пиздец. Это каналу просто сразу хана. Поэтому лучше сразу аудиторию греть. Да, она будет собираться меньше. У меня канала уже год. У меня всего 1400, условно говоря, 1350 подписчиков. Из-за того, что у меня он раздутый канал. И подписываются люди, которые то смотрят, то, 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 то. То есть это не значит, что дохуя подписчиков подписчатся и все будут смотреть. Нет, это все, конечно, все делается очень сложно и очень кропотливо. Самое главное не опускать руки. И все будет зашибись. Вот честно скажу, вот мой канал смотрит 85% без подписки. Причем есть люди, которые возвращаются, смотрят мой контент. Ну, сука, они подписываются. Я вообще не понимаю. Вот. Ну, блядь, это блядь. Так что смотри мне. Ай-яй-яй, блядь. Ладно, все, затягивать выпуск не буду. Всем спасибо, кто досмотрел эту серию до конца. Кто не скипнул моменты. Всем вам здоровья, добра. Лето у нас уже скоро заканчивается. У нас уже в Екатеринбурге дожди хуярят. Просто, мама дорогая, ливни, град и так далее. Все кончилось лето. Мы с вами увидимся в следующей серии. Пишите комментарии, ставьте лайкосы, делайте репостики. Постики в Дискорд подписывайтесь. В Дискорде у меня тоже я публикую там, когда у меня шорсы выходят, когда видео или когда я начинаю стрим. Ты не пропустишь. Расписание у меня по стримам пока что, увы, нету. Я стрим запускаю, как запускаю. Все, пока.